Среди владельцев ларьков в Ярославле появились разговоры, что на публичных слушаниях 19 августа утвердят новую схему размещения торговых точек. Информация недостоверная, об этом в четверг заявили руководители мэрии. Мой коллега Евгений Полковников подробнее. Новшеств предстоящих утверждений общественности в правилах благоустройства достаточно много. Предлагается установить точные размеры ларьков, унифицировать их дизайн согласно проектам, а также архитектурные особенности при установке. Это запрещение монтажа заглубленных фундаментов. То есть объект не будет присоединен жестко к земле. И этот объект в любой момент времени можно будет в самые кратчайшие сроки с данного земельного участка демонтировать. Впервые из правил благоустройства станет понятно, что такое газон. Чтобы в случае судов из-за нарушения правил не было двоякой трактовки этого термина, составлена его официальная расшифровка. Газон это поверхность земельного участка, не имеющая твердого покрытия, занята травянистой или древесной кустарникой растительностью, естественного или искусственного происхождения, либо предназначенная для озеленения. Вот такой пункт мы предлагаем внести правил благоустройства, чтобы всем было понятно, что такое газон и где нельзя размещать объекты нестационарной торговли и другие объекты. Цель городских властей навести с принятием изменений в правила порядок в сфере нестационарной торговли. В городе больше тысячи ларьков и киосков, торгующих порой там, где не надо. Есть пункты, которые у нас ограничивают торговлю на территории города Ярославля, которая у нас прилегает к проезжей части. Это в большей степени у нас требование непосредственно безопасности людей, пешеходов, которые у нас находятся также на улицах города Ярославля. С марта земельный кодекс не предусматривает земельных отношений с хозяевами ларьков. Правила благоустройства тоже их не касаются. Однако плату за аренду земли, которая поступает в бюджет города, закон не отменил. Пока ларьки стоят и существуют и работают, то у нас пользование земли платное и обязательное, поэтому за фактическое пользование можно платить по тем же реквизитам, которые были в договорах аренды. Важно знать, схема размещения ларьков на публичных слушаниях 19 августа обсуждаться не будет. Речь пойдет только об утверждении изменений в правила благоустройства. Если их одобрят горожане, а затем муниципалитет Ярославля, городские власти вплотную займутся и самой схемой. Она уже в стадии разработки. Евгений Полковников, Игорь Мосин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова